Здарова, дружище! Да, рано или поздно такое видео обязано было выйти. Я сегодня с тобой хочу поговорить о теме того, что я собираюсь двигаться дальше. Я не собираюсь останавливаться на только Counter-Strike. Я хочу делать развлекательный контент, я хочу делать влоги и прочее-прочее. Я думаю, тебе это зайдет. Если это так, обязательно ставь лайк. Также хочу поговорить о ошибках, которые я совершал, и вообще о перспективах, которые ждут меня в будущем. Ну, в принципе, присаживаюсь поудобнее, я начинаю. На самом деле, я это буду делать все одним кадром. Я хочу проверить также себя, готов ли я к серьезному такому общению на протяжении одной, двух, трех, четырех, а возможно и десяти минут. Сейчас я немножко свет поправлю, потому что почему-то у меня прям пол лица светлого. Итак, первое, что меня волнует, это то, что я боюсь тебя потерять. Дружище, знай одно. Я делаю специальный контент для тебя. До этого были туторы, это Counter-Strike, где я просто делал то, что тебе нужно. Но также я хотел немножечко частичку себя показать. Я делал развлекательные приколюхи на примере дороги до Global и так далее. Кто-то это заценил, кто-то это не заценил. Ну, и это большинство, наверное, все-таки не увидело, потому что рекомендации YouTube не позволяли это делать. Но рекомендации YouTube позволяли именно показывать вам, допустим, как поменять фон, как повысить фпс, как понизить пинг и так далее, и так далее. И у нас 52 тысячи, ребят, реально надо двигаться дальше. Я хочу это делать, например, по играм Fortnite, например, по играм PUBG, например, даже по той же самой Доте, да и куча-куча всяких разных интересных игр. И я хочу этим контентом делиться с тобой. Я не хочу останавливаться на Counter-Strike. Давай также поговорим о ошибках, которые я делал. Это самая важная ошибка для меня лично была. Это когда я делал конкурс на каждое видео. Люди приходили... Я хотел делать для вас добро. Но люди приходили исключительно за скином. И никому не интересно было, что там дальше видео. Это тоже сильно очень заказалось на статистике канала. Поэтому, ребят, все теперь конкурсы будут исключительно в группе ВКонтакте. Да, ссылочки тоже есть все в описании. Я буду делать там 2-3 конкурса примерно в неделю. Я думаю, этого будет достаточно, чтобы вас порадовать. Потому что вы, ребят, мои родные. Еще какие ошибки были у меня? Большая самая ошибка была то, что у меня не было четкого плана, что мне нужно делать. На примере у меня появилась идея сделать про фпс. Я сделал про фпс. У меня, например, появилась идея сделать, допустим, Дорога до Глобала. Я сделал. Но не было такого серьезного контент-плана. Я хотел как раз... Хочу сейчас как раз этим заняться. То есть, на примере у меня будет понедельник, среда, пятница только видосы. И, например, в понедельник мы делаем Counter-Strike. Во вторник мы делаем по любой другой игре развлекательный контент. А в пятницу, допустим, я с подписчиками что-либо проворачиваю. На примере делаю инвентарь подписчику. К примеру, если мы еще пока только затрагиваем Counter-Strike. Потому что на другие темы надо переходить плавно. Я это тоже понимаю. Это тоже одна большая ошибка. Если ты просто берешь и резко меняешь все. Это мне надо как-то, ну, показать вам действительно, чтобы вы поверили в меня. И знаете, ребят, что рано или поздно мы добьемся миллиона подписчиков. И это обязательно будет. Я просто еще раз хочу тебе донести, дружище. Не теряй меня. Нажми колокольчик. Подпишись. Поставь лайк. Просто жди исключительного, интересного и забавного контента. И, кстати, в этот понедельник, могу немножко сполирнуть, будет видео про Steam, где я заказал профили. Я тебе говорю, это будет очень интересно. Я, возможно, сейчас хочу созвониться с ребятами-ютюберами, чтобы они со мной вместе оценили эти профили. Ну, в принципе, за такое ты должен тоже зайти и поставить лайк обязательно. Вот, в принципе, все, что я хотел тебе донести. Братик, обязательно еще раз, еще раз, еще раз повторяю. Не теряй меня. Впереди только интересное. Впереди годное. Counter-Strike никуда не попройдет. Тутеры никуда не пропадут. Просто должен быть охренительный контент-план. И он обязательно будет. Все, я с тобой прощаюсь. Давай пока-пока, не теряй меня. И я говорю, мы с тобой прорвемся.